Приветствую вас. Во-первых, примите мои соболезнования по поводу того, что умер ваш папа. Это очень трагично, очень страшно действительно. Потеря родителя, тем более такая потеря, это очень серьезная травма. Я думаю, что для начала вам нужно отпустить отца. Хотя проблема не в этом, да? Проблема не в том, что вы не можете отпустить отца. Но тут вы говорите, что у вас состояние подавленности и безысходности, это следствие того, что вы жили с поддержкой. То есть, вы не жили сам, своими ресурсами. Знаете? Вы жили с помощью отца. Ну, с помощью его моральной поддержки и так далее. И первонаперво вам нужно опуститься. Выплакать все горе, если вы этого не сделали. Выговориться. Второе. Что самое важное, это чувство винии, которое вы можете испытывать перед отцом. Как вот это вот, что при жизни я не уделяла ему достаточно много внимания. Не вела себя с ним так, как могла бы вести. Ну и так далее, так далее. Здесь ловушка расположена для человека. Потому что, согласитесь, было бы довольно странно, если бы люди жили бы как последний день. Да? То есть, ну, нельзя. Невозможно так воспринимать людей, даже самых близких. Невозможно. Абсолютно невозможно воспринимать так людей. Поэтому, из-за того, что невозможно так воспринимать людей, я вижу, что вы абсолютно нормально с ним были в отношениях таких, какие у вас они могли быть. Вот. Вы говорите, что для вас отец много значил. Для вас отец много значил. То есть, он вам что-то давал. Знаете, вам необходимо отделить то, что вы получали от своего папы. То, что вы, ну, реализовывали, могли через своего отца и его самого. Вот эти вещи нужно отделить. Понимаете, я понимаю. И то, что вы получали, то, что вы реализовывали, это нужно делать самостоятельно. Но для этого не нужно связывать свои желания с ним. Иначе, возникает не очень приятная ситуация, когда на ассоциативном уровне вы испытываете боль от своих чувств. От своих желаний. Боль. И, как вы понимаете, я надеюсь, это далеко не самый лучший расклад для вас. Поэтому, поэтому отделите, пожалуйста, свои желания, выпишите их отдельно, если угодно. И отделите своего отца и память о нем. Это тоже важно. Далее. Что касается отца. Многое здесь зависит от веры. То есть, если вы верите в Бога, либо во что-то другое, то тут в зависимости от веры нужно прийти к теологическому пониманию смерти. Ну, любая вера действительно говорит, что человек после смерти отправляется в лучший мир. Если вы верите в Бога, то, соответственно, вы так считаете. Если в Бога вы не верите, да, и если вы верите в Бога, то вам имеет смысл обратиться к священнику, той конфессии, к которой вы принадлежите. Если вы не верите в Бога, то нужно понимать, что отец, да, он не ушел для вас. То есть, по факту, он будет жить дальше в вашем сердце. Он будет жить дальше в ваших образах. И вы можете с ним разговаривать. Вы четко знаете, я уверен, что бы он сказал в той или иной ситуации. Вы это знаете. Поэтому, поэтому, если вы это знаете, то нужно активно этим пользоваться. Общайтесь с отцом. Разговаривайте с ним. Если угодно, да. И подумайте, чего бы он хотел для вас. Подумайте, какой бы он хотел вас видеть. Подумайте, как бы он хотел, чтобы вы себя вели. Как бы он хотел, чтобы вы развивались. Как бы он хотел, чтобы вы двигались. Куда бы он хотел, чтобы вы двигались. Сделайте эти все вещи. Естественно, с учетом своих собственных желаний. И вы станете ближе к нему. Вы станете к нему ближе, и вы сможете лучше его чувствовать. На самом деле. Понимаете? Если вам нужно его отпустить. Да. То это можно сделать. То есть, отпустить вашего папу. Вполне можно. Для этого есть специальные техники. Да. Особенно, если он умер не при вас. Да. Ну вот. То. Вы, вполне возможно, еще не осознали, что его нет. Больше. Вы будете плакать. Вы будете переживать. Но это необходимо. Для вас. К сожалению. Нет. Вот. Но, тем не менее, для вас и для вашего ребенка это необходимо. Чтобы вы его отпустили. А вот. А, дальше идем. Значит, муть не понимает. Чего именно не понимает ваш муж? А, муж не понимает вашего состояния? Или не понимает того, что отец был родственной душой? Чего именно не понимает ваш муж? Далее. Испортились отношения в семье. Как? Ну, конкретно. Что значит, испортились? И вы приложили свою руку к этому? И муж приложил свою руку к этому? Меня интересует ваша ответственность. Что сделали вы для того, чтобы отношения испортились? Самое главное, зачем? Считаете ли вы, что после смерти своего отца, например, вы недостойны жить? Делаете ли вы это, например, из-за вины? У меня сын почти пять лет. Я его очень люблю. После слов мужа, слов мужа о чем? Каких? И непонимания не могут с ним больше быть. То есть, получается, его слова как-то вас задели. Вы уверены, что муж хотел сказать то, что сказал? Вы уверены, что муж имел именно это в виду? Вы уверены, что слова мужа значит то, что вы подумали? Далее. Что значит, что я не могу с ним больше быть? Вот что значит? Что значит, что я не могу с ним больше быть? Вы на него обижены? Вы его больше не любите? Вы его боитесь? Он вам противен? Что? Не может ли быть такого, что муж сказал что-то, что вы сами не принимаете, но чувствуете, что это правда и боитесь этого? И поэтому так хотите от него теперь уйти? Чтобы он вам не напоминал. Возможно, вы не гладите и вы гладите из своего состояния. Муж пытается вас вытащить из него. Считая себя недостойной быть счастливой, вы так же этого не приемлете. Хотя он, не понимая видимо этого, с такими же чувствами, как были свадьбы, относится ко мне. Ну, тогда тем более не хочет вас обидеть, вы это восприняли на свой счет только потому, что вы переживаете трагедию. У человека индивидуальная способность к эмпатии. Боюсь развода. Почему? Боюсь, что он отнимет ребенка. С чего вы взяли, что он отнимет ребенка? Потому как я сама, потому как я сама, мама далеко. И как, потому как я сама что? Непонятно. Мама далеко, у него в этой стране много родственников. Хотя, хотелось бы ему честно сказать и не мучить ни его, ни себя. А что сказать хотелось конкретно? Что хотелось сказать? Что хочется сказать? О чем? Ага. Кроме того, если вы не можете своему мужчине, которого вы вроде как любите, сказать все как есть, то это вызывает вопросы, связанные с доверием между вам. И, соответственно, не являются ли эти проблемы, проблемы доверия, следствием того, что мужчины вас не понимают. Может быть вы всегда скрывали от него свои чувства, скрывали от него себя настоящую, потому что боитесь развода и чувствуете себя беспомощной. А он теперь просто вас другой не принимает. То есть тут на самом деле нужно разбираться. Чувство беспомощности, которое вы можете испытывать, также вполне представляется целью. То есть я останусь беспомощным для того, чтобы кто-то за меня решал. Но при этом я мучаюсь. При этом я мучаюсь и страдаю. Я не знаю, в какой стране вы живете, но в любой стране законодательство на стороне женщины и родственники здесь особой роли не играют. Кроме того, даже если что-то такое будет, вы все равно матерью быть не перестанете. И наконец последнее, это то, что вы так и не сказали, какого рода чувства у вас к мужу, что именно он вам сказал, что именно хотите сказать ему вы, в чем именно он вас обидел и так далее. А без этого нельзя вам, соответственно, помочь. Как поступить? Ну во-первых, однозначно нужно сказать мужчине все, что вы чувствуете. То есть чувствуете ли вы обиды, чувствуете ли вы боль, чувствуете ли вы унижение, чувствуете ли вы непонимание и оскорбление. Все это нужно мужчине сказать. Не стоит говорить о разводе, не стоит говорить о том, что вы хотите развестись. До этого дойдет. Вперва скажите мужчине об этом. Я полагаю, что вам от этого полегчает. И можно бы работать над тем, чтобы отпустить вашего папу. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.